День Единения Я родился в России, живу в Белоруссии. Кто я? Россиянин или белорус? Славянин. Какой товароборот за 2022-й? Беспредел на грани маразма. 70-летнего мужчину ударили ножом после ссоры в магазине. Чтобы скрыться от уголовного преследования, подозреваемый предпринял меры конспирации. Сколько светит нападавшему? Интеллектуальная элита. Подведены итоги заключительного этапа республиканской олимпиады по русскому языку и литературе. Ну, конечно, чувствуется радость и гордость какая-то, что именно Бобручанка заняла место. Кто еще в победителях? А также сильная речь, выгодная ставка и потребительская корзина. Торговые сети продлили скидку в 10% на ряд товаров. Что в списке? Тот самый случай, когда в воздухе витает предчувствие эпохальных перемен. Президент обратился с посланием к народу и парламенту. Правительство, руководители всех уровней, депутаты, общественные организации и молодежь. Во дворце республики собрались свыше 2,5 тысяч человек. Главной темой стал вопрос укрепления суверенитета и независимости нашей страны. А это касается каждого. Посыл – стремление к сохранению мира и созидания во благо будущего Беларуси. Речь шла о ситуации в Украине и о возможностях обезопасить и обеспечить мир белорусскому народу. Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делаю. Но даже если исходить из этого, поверьте, мой век заканчивается. И никакие конституции я под себя делать не буду. Я помню, когда я пришел к власти, тогда душили, травили, стреляли. Но команда из десятка человек выдержала, и люди нам поверили. Прошло почти 30 лет. Президент также затронул темы импортозамещения и повышения доли инновационного производства в разрезе сотрудничества с союзным государством. Александр Лукашенко также подчеркнул, что никакие санкции не смогут и не должны повлиять на уровень нашего медобслуживания. Само же послание длилось около 4,5 часов. Совсем с ума посходили. В Бобруйске 70-летнего мужчину ударили ножом после ссоры в магазине. Известно, что утром 25 марта в одном из торговых центров у потерпевшего и нападавшего произошла словесная перепалка. Пенсионер пошел домой, вслед за ним и его новый знакомый. Первый пригрозил преследователю вызовом милиции, на что второй достал из кармана нож и ударил им горожанина по голове, после чего скрылся. Сотрудники милиции оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 64-летний местный житель. К слову, чтобы скрыться от уголовного преследования, подозреваемый предпринял меры конспирации. Он сбрил бороду и переоделся. При изучении его личности установлено, что ранее 64-летний житель Бобруйска привлекался к уголовной ответственности за убийство. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это особо злостное хулиганство. Подозреваемый задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Пенсионер доставлен в больницу. Общая история, совместное будущее. В преддверии Дня единения Беларуси и России на главной сцене прошел праздничный концерт. Во Дворце искусств собрались представители трудовых коллективов, молодежь, ветераны и руководство города. Вместе отметят дату, которая стала символом духовной общности братских народов. Бобруйск связан узами нерушимой дружбы с 15 российскими городами-побратимами. Тесное сотрудничество принесло свои плоды в сфере экономики, культуры и туризма. Более 70 наших предприятий поставляют продукцию в страну-соседку. Товарооборот за прошлый год достиг 700 миллионов долларов. 2 апреля, считаю, праздник действительно всех славян, россиян, белорусов. Мы одна, единая семья. Вот скажите мне, я родился в России, живу в Белоруссии. Кто я, россиянин или белорус? Славянин. И это наш праздник. Единственным нашим таким устойчивым братом, который всегда подставит плечо, который всегда будет с нами, это оказалась Российская Федерация. Страна с богатой историей, которая всегда была с нами. И этот праздник, он как раз таки и описывает наше сотрудничество, наши взаимоотношения, наши братские народы. То, что нас скрепляет уже исторически много веков. И этот праздник, безусловно, важен для граждан, как и Российской Федерации, так и для нас. Союзное государство не только выдерживает проверку временем, но и доказывает вместе. Мы – сила, которая способна противостоять любым вызовам и угрозам. Сегодня Беларусь и Россия испытывают беспардонное, безнравственное, неправовое, санкционное, политическое и информационное давление. Поэтому вопросы интеграции двух стран приобретают новое значение. Банковский счет, профессиональный доход и апрельские каникулы. Беларусов ждут длинные выходные. Какая суббота будет рабочей? Громкие заголовки дня – далее в специальном обзоре. Беларусьбанк с апреля изменит порядок приема наличных средств для пополнения счета. Теперь, чтобы положить деньги через кассу, если сумма будет превышать 50 рублей, понадобится паспорт. Более подробная информация на официальном сайте или по телефону 147. С 3-го числа в Нацбанке также снизится ставка рефинансирования до 10,5% годовых. Торговые сети продлили скидку в 10% на целый список товаров для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и малообеспеченных. В перечне – хлеб, мука, говядина, свинина, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и многое другое. В программе участвуют все представители крупного ритейлера страны. Свыше 35 тысяч беларусов перешли на налог на профдоход. Рассчитывать на него могут физлица, которые получают прибыль, но не имеют работодателя и не нанимают сотрудников. Среди преимуществ – выгодные ставки 10 и 20%. Также предоставляется вычет в 2 тысячи рублей. Кассовое оборудование не нужно. Матпомощь ко Дню Победы получат около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий Великой Отечественной. Деньги выплатят с 26 апреля по 4 мая. Суммы будут варьироваться от 850 до 2000 рублей. Это больше, чем в прошлом году. Из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено 10 миллионов. В апреле беларусов ждут длинные выходные. Радуница выпадает на 25 число. Рабочий 24-го переносится на 29-е. При условии пятидневки потрудиться придется всего лишь 19 дней, а отдыхать – 11. Некоторые организации с учетом специфики деятельности могут сделать перенос в другом порядке, но с соблюдением законодательства. Блестящая эрудиция. В Бобруйске подвели итоги заключительного этапа Республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Торжественное отчествование победителей и призеров прошло в 34-й школе. 120 талантливых и телеустремленных ребят со всех уголков страны приняли участие в интеллектуальном состязании. Могилевскую область в этом году представили 16 учащихся 9-11 классов, в их числе три бобруйчанки. Девушки показали великолепное знание предметов. Дипломом третьей степени награждена Дарья Голомака из 27-й школы, вторые места у Ариадны Смоловской из 28-й и Анны Свирской из 2-й гимназии. Во время Олимпиады задания были достаточно сложными. Я чувствовала переживания и чувствовала переживания моих родных, близких. Я просто очень много готовилась. Ну, конечно, чувствуется радость и гордость какая-то, что именно бобруйчанка заняла место. Для меня эта победа большая честь, и я считаю это своим, ну, не только личным достижением, но и достижением своего педагога, своих людей, которые меня окружали, своих родителей, друзей, которые меня поддерживали. Участники демонстрируют очень высокий уровень подготовки, потому что они уже прошли многоступенчатый отбор. Это лучшие из лучших, это победители городских, районных, областных Олимпиад. Поэтому здесь и уровень требований более высокий, но и подготовка детей соответствующая. Десятки юных эрудитов получили не только грамоты и дипломы, но и памятные призы от предприятий города и общественных организаций. Специального подарка от председателя Бобруйского горсполкома удостоена Полина Сацук. Брещанка попала в больницу и не смогла принять участие в Олимпиаде. Приятный сюрприз искренне растрогал девушку. Уикенд на 360. Впереди выходные, а значит, самое время позаботиться, как провести их с пользой. Выбор впечатляющий. Что показывают на экранах кинотеатра? Какие спектакли играют в храме искусства? Чем удивляют экспозиции художественного музея? И где можно с головой окунуться в водные объятия? Гайд по досугу у Елизаветы Липеевой. Котёнок по имени Гав, Муха-Цокотуха, Мадам Рубинштейн и Маленькие комедии. В репертуаре областного театра имени Дунина Марцинкевича 53 спектакля. Постановки показывают как на сцене большого, так и малого залов. Самые популярные у поклонников Мельпомены, Ангелы не плачут и Москоудримин. Стоимость билетов от 5 рублей. Если кто-то хочет развлечься, то, пожалуйста, у нас есть в репертуаре комедии, и есть у нас и пища для размышления. Есть у нас для маленьких зрителей очень много тематических и сказок для такого более юного возраста. Есть, конечно, и школьная программа, есть и для подростков, где мы поднимаем остро-социальные темы. Привести в порядок и тело, и дух можно в бассейне. Они есть практически в каждом районе Бобруйска. В 34-й и 35-й школах разовое посещение взрослому обойдется в 4 рубля 40 копеек. Детям в 3,25. В лесном просят 4,60. ФОК Техас цены от 5 рублей. Продолжительность сеанса 45 минут. Это занятия по обучению плаванию, начиная с 6 месяцев, мама и малыш, детские группы, подростковые группы, обучение плаванию взрослых, как в индивидуальном, так и в групповом формате. Занятия в бассейне по программе акваэробики. И недавно новое направление – это здоровительная гимнастика плюс бассейн. Попкорны и зрелищ. Кинотеатр «Товарищ» на этих выходных предлагает сразу 4 2D-мультфильма. «Приключения аргонавтов», «Моя фея проказница», «Приключения царя». Коты Эрмитажа покажут в 14 часов. Квиток в зале повышенной комфортности обойдется до 7 рублей. В большом – от 6,5. Для взрослого зрителя у нас долгожданная премьера «Джон Уик-4». Конечно же, из главной роли Киану Ривз. Ну и молодежь может посмотреть в очередной раз замечательную комедию «Любовь морковь. Восстание машин». Тех, кто предпочитает культурно проводить время, ждут в выставочном зале. Здесь представлены экспозиции минералов и горных пород. Около 1400 экземпляров. Коллекция вторая по величине в масштабах страны. Насладиться исключительной красотой камней можно с 10 до 19 часов. Цена билета взрослых – 4 рубля, детские, школьные – 2 рубля. Если придет группа от 10 человек, то стоимость экскурсии – 7 рублей. Если посещают нашу экспозицию семейные пары с детьми, то это стоимость – 3,50. Здесь же можно полюбоваться эксцентричными картинами Виктора Кнаруса. Важная часть каждой работы – слова, которые ее сопровождают. Автор обращает на это особое внимание. В названиях к миниатюрам, а их 44, находят отражение увлечения мастера кисти японской культурой. Поэтические строки в стиле хоку. В галерее же сейчас презентуют полотна художников Бобруйска второй половины 20-го – начала 21-го века. В общем, культурная программа на любой цвет и вкус. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА